Добрый день! Рада вас приветствовать! Наша программа вышла из отпуска. Надеюсь, вы тоже. И мы уже по сложившейся традиции продолжаем рассказывать, как интересно и весело провести грядущие выходные. С наступлением осени программа мероприятий существенно пополнилась, а значит, будет куда сходить и что посмотреть. Начнем с подготовки ко Дню Знаний. Концерты и праздники будут проходить буквально в каждом сквере и парке 31 августа и 1 сентября. Следите за афишей. У ЦК ИО в молодежном сквере в субботу с 12.00 стартует интерактивная программа для школьников «Вход свободный». В воскресенье в 10 утра у ТРК «Ясень» торжественно начинают учебный год курсанты пожарно-спасательной академии МЧС. Они праздники устраивать умеют, поэтому советуем сходить и убедиться. К слову, в Кинишме в парке 35-летия Победы будут отмечать День Знаний, начало в полдень. Есть такая традиция – как Новый год встретишь, так его и проведешь. Это и касается учебного года, поэтому отнеситесь со всей серьезной темой. Атмосферный джаз, дождливые улицы США 50-х годов и мрачные загадки. Все это новая детективная история, которая займет не один ваш вечер. Это не квест, а командная игра с погружением в историю фильма «Нуар». Они никуда не выходят из зала. Виртуальный город Сент-Твинс, 50-е годы. И есть компьютерная программа, в которой они перемещаются по этому виртуальному городу, совершают какие-то поездки, едут, допустим, на место преступления. Если они приехали, там есть информация, им покажут на экране. Если они зря приехали, напишут информацию и нет. И, собственно, к концу игры должна сложиться картина. У них в голове версии. Опять же, очень часто это спорные версии. Нужно отсечь неправильные, ответить. Ну, интересно. По крайней мере, люди говорят, что мы слышим, как наши мозги работают. Прямо в буквальном смысле. То есть, хорошая зарядка для мозга. За ограниченное время команда должна найти ответы в запутанном деле. Иначе преступник избежит правосудия. Работать нужно, как настоящему сыщику. Получить доступ к материалам дела, отчетам полиции, опросить свидетелей и найти улики. Два часа команда Шерлоков и Мисс Марпл должна выстроить версию случившегося. Когда 60 секунд, там всегда сюрприз. То есть, неизвестные вопросы. Нужно быстро-быстро очень отвечать. Здесь все-таки более длительный период времени и более интеллектуальный, что ли, в какой-то степени. Требует от вас логики. Чтобы быть детективом, особых знаний не нужно. Помогут логика и интуиция. В подарок каждому – остросюжетные эмоции и послевкусие победы. В субботу вы можете стать частью танцевального флэш-моба. Финальный аккорд на площади Пушкина прозвучит в сезоне ритмичной и динамичной зумбы. Участники выучат несколько движений и связок и в конце тренировки покажут, чему научились за летний сезон. Не стесняйтесь и приходите. Физическая подготовка и танцевальный опыт не важны. Главное – желание. Зумба – это фитнес-тренировка с латиноамериканскими танцами под музыку, под ритмы латиноамериканских ритмов. Все это складывается в одну крутую энергичную танцевальную тренировку. Получается крутой результат. Сжигаются калории. Настроение поднимается до небес. О жизни через призму искусства в городской мэрии открылась выставка Ксении Демьяненко «Графика-иллюстрация». На полотнах обычные сюжеты в авторском прочтении. Тут и юмор, и бытовые зарисовки, иллюстрации к книгам. Карандашная графика с душой и сердечностью никого не оставит равнодушным. Особенно радуют диптихи, в которых пожилой человек и ребенок оказываются в одинаковой ситуации. Проект «Мудрые дети» уже полюбился ивановским ценителям искусства. И не зря. Здесь запечатлены такие достаточно скромные сюжеты, которые не видны на первый взгляд. То есть это такие маленькие радости, к которым нужно присматриваться, которые не настолько яркие. И мне как раз нравится искать какие-то сюжеты в мелочах. Традиционно дни города в каждом муниципалитете отмечают летом. Начинается все, как правило, с дня города Иваново и продолжается в течение трех месяцев, буквально каждые выходные. В этот раз график из-за погоды сместился. Праздники сдвигали и переносили, ожидая ясных дней. Но чуда не произошло, и поэтому 31 августа нас ждут сразу два события районного масштаба. В Лухе пройдет 13-й по счету фестиваль «Лук-Лучок». Туда в этот раз приедет скандальный повар и ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев. Проверит, вкусно ли там и чем удивляют. Начало праздника в 11 утра. Хотите посмотреть на звезду? Отправляйтесь в Лух. А наша дружная команда РТВ поедет на день города Фурманово. Там в течение дня много всего интересного. И конкурсы, и подарки, и концерты, и выступления. Все это можно будет увидеть в прямом эфире. Не пропустите. У нас добрая традиция. Мы каждый год 1 сентября проводим фестиваль «Леденоборство». Формат мероприятия, то, что мы хотим донести до массу, то, что вот, каким видом ребята занимаются, чтобы образы, когда там 1 сентября или после 1 сентября, ни родители, ни дети не бегали по всему городу, не искали там секцию или там федерацию, куда бы можно было войти заниматься. Начало у нас воскресенье, 1 сентября, 12 часов, спортконкурс «Олимпия», адрес Смирнова, 86. Будем рады вас всех видеть. В любом случае, скуча не будет. Хочу порекомендовать фильм «Полнометражный король лев». Несмотря на то, что он вышел уже 2 месяца назад, это главный хит этого лета. И если еще не смотрели, нужно выбрать обязательно его. Фильм очень красивый, реалистичный и собирает исключительно положительные отзывы как у родителей, так и у детей. Графика максимально реалистичная. Выглядит она так, как будто смотришь съемки National Geographic. То есть это очень красиво. Несмотря на то, что сюжет знаком, интересно смотреть. По два, даже по три раза некоторые приходят. Тем, кто уже насладился зреющим грозного льва на фоне солнечной саванны, советуем посетить премьеры этой недели. Детский мультик «Щенячий патруль» и драму для подростков «Битва». Интересно будет не только детям, но и взрослым. Легкое кино – наша рекомендация на этот уикенд. Мероприятие состоит с 31 августа в офисе Involta в нашем конференц-зале. Называется оно «Повышаем доход сайта с помощью header bidding» и будет полезно для веб-разработчиков, для интернет-маркетологов, для людей, которые увлекаются трафиком в интернете. Прийти может любой желающий. Необходимо просто зарегистрироваться на нашем портале Involta Events и зарегистрироваться на мероприятие. 31 августа в парке Степаново студия 2014 устраивает праздник в честь дня рождения. Рады всем гостям от мала до велика. Будут интерактивные зоны, мастер-классы, анимация, раздача подарков и показательные выступления. Обязательно приходите. А в зоопарке 1 сентября пройдет День рыси. Это торжество посвящено главной усатой хищнице, символу зоосада. В программе аквагрим, конкурсы, пролоновое шоу и море воздушных шаров. Звери будут рады гостям. Организаторы ждут вас с 12.00. Ну и, конечно, не забывайте об открытых тренировках. Они продолжаются по субботам. Для любителей спорта и активного отдыха работают тренеры всех фитнес-центров Иванова. Сверьтесь с афишей и вперед. А у меня все. Пора отдыхать и веселиться. До свидания.